сегодня мы совершим прогулку по кладбищу это финское кладбище такое называют старые тут похоронены войны советско-финской войны вот можете заполозить почитать тут их фамилии звание тихо не погибли такая вот вот воины погибших сорок первым сорок пятых годах немного больше вот не только военные погиб похоронены когда-то было кладбище действующее здесь хоронили всех подряд могилки все разваленные немножко погуляем посмотрим могилы героев стелла здесь установлена в честь велосипед возьму сейчас я подойдем могиле журбы командира здесь похоронен бежурба лисандр афанасьевич начальник перемотка участка обороны северного флота он был генерал-майор 29 июня немцы пришли наступление на город мурманск генерал выехал чтобы на месте разобраться в этот же день не в этот же день 29 30 июля он погиб ну так с пор его смерть ставится неизвестно как он погиб от чего вот сюда его хоронили кстати у нас есть улица названная часть генерала зубы 76 году остатки его были вот здесь торжественно перезахоронены так идем дальше такой вид красивый здесь вот могила неизвестный солдат прессива подписи сейчас упадем к памятнику могиле бредова анатолий федорович вот памятник пожарный военного урман таком виде он красиво сделано там рядовые могилки и там побываем теперь передвину неизвестные неизвестные о герой советского союза майор малинин я даже не нашел имя отчество но барди майор 363 рукова пока 14 стрелковой дивизии 14 армии погиб бою долине реки западная лица вот все что ним в принципе еще поищу информации еще собираю здесь вылазку сделать сентябре сентябре есть более атмосферно все желтое много красивее здесь более эмоционально как бы сказать так вот у нас тут мидер павел ласович полярник герой советского союза участник дрейфон или такой ли георгий седов великой честной войну разведчик стрелковой дивизии корейского флота погиб в бою под кандалакши мидер павел ч у вас есть почти на память едем дальше ну вот самый известный наш герой бредов анатолий федорович поближе подойдем птички поют все там что за птиц это годы его жизни 23 44 на войне он срок 2 года если не ошибаюсь служил командиром полеметного отделения 155 стрелкового полка 14 стрелковой дивизии 14 армии корейского флота 14 октября они вышли на автодорогу текстовка пицама и начал и начали шторм высоты придорожные пулеметный расчет беду выдвинулся вперед уничтожил 80 немцев немцы заметили точку обстрела и взвомбили их начался массивный обстрел по ней патроны расчета закончились живых остались только командир бредов и наводчик никита шурков они стали отбрасываться кидать гранаты в немцев когда закончились гранаты не обнялись и подорвали подзорвали себя и пулемет через пять дней их нашла санитарная бригада и мы когда их нашла остался в живых никита остался живой вот его удалось спасти вот высота вызова было взятым 22 марта бредов был награжден посмертно присвоено звание героя советского союза вот что мы одним знаем и в честь него названа улица города мурманск или не только области по всей честь него есть улицы памятник центре города вот такой стоит так идем дальше это просто прогулка у нас что знаю но я планирующий сентябре более полномасштабные привести вот тут еще где тут есть памятные плиты могилы он там кто ну вот так все одна могила герой советского союза лейтенанта бродюка владимир владимирович герой 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 советского союза командир разведки сам поевал в морской пехоте советского флота лейтенант кавалер грудинов сам лично ходил в тыл врага уничтожил несколько десятков советских несколько десятков солдат и офицеров ну видимо он прошел войну остался живой прошел ножка глубже вот такие вот здесь похороненный в духов анатолий владимирович умершись 15 лет мальчик продавить он тоже снова все однообразные но ты более красиво я буду показывать виде и корее сделан видимо подводник здесь памятник памятник как памятник проросли деревья пятьдесят первом году тут похоронен чем маленькая могилка тебя ребенок до 2 годика когда пелька во видимо из его кроватки сделаны вот еще модно было что без кроваток делать люблю гулять по кладбище очень так душу трогает вот еще могила ребенка какого-то но уже заросла тут интересно сделано как во второй год ты видел захоронение семьдесят первого года интересно какой-то новая и может так ухаживают сейчас пойдем посмотрим здесь крест крестов мало советской кладбище в принципе хватает все втором году умер ну как у него ухаживает кто-то ценит попов константин и оси очень много детских могилок не самое главное не уйти далеко от велосипеда здесь потом не найду а он стоит так делаем могилы но еще сходим тут всего разрушена здесь похоронено похоронен прав горчакова серёжа дмитриевич ему тоже умер ребенок конфетки кто-то положил хоть когда ездил деревне бабушки вот и вот могилки тут похоронят сколько раз два три нет раз три человека когда шел к бабушки за хлебом я проходил его кладбище а там постоянно оставляли конфеты я их оттуда брал ходил покажется берем конфеты и ел не раз был случай монастыре приехали монопогост там привезли цемент какой новый современный храм был закрыт все проголодались и грачу пошлите на кладбище там же вставляют еду все сказали нет но я пошел собирал печенюшек конфеты еруем как миленькие пошли собирать это же оставляется чтобы помянуть мы съедаем принимаем жертву молимся красивый так мусора много видно что собирают молодцы интересно кто отсюда вывозит все это как они находят свои могилы тимир галаев нургали интересно письякова евросинья степан о какой я интересно басовый все седьмого года видимо уже потом сделает когда раньше не было не знаю есть ли тут любители не по кладбищам но я очень люблю вон какой современный памятник в шестом году корица опять свалка вот тут вообще как-то вот здесь вот что приятно мое внимание такой вот чуть ли не скреп железная мощная дверь заборчик такой давно здесь него не было уже очень давно Сомов Михаил Павлович очень густо макилы расположены все старые кресты еще стоят я до дочери хотя нет мы когда очень давно здесь гуляли мы крести поднимали очень много было повалившихся крестов ну вот тут еще какой-то ребеночек а тут написано Владислав ласовый 48 50 2 годика холмик что у нас еще интересное так такая вылазка в субботу в субботу пойду оттуда буду снимать хочу все таки снять где стояла зенита батарея на Абрамесе по этим блинажам я постоянно хожу когда в лес за грибами я мимо них прохожу мимо места где девушки защищали север женская батарея там стояла постараюсь рассказать более-менее что знаю ну тут целлофан сделали зачем-то опять современный памятник это лицо вора вора федоровна красиво сделано почему не в виде креста честно здесь вообще не хочет разговаривать это просто молча-молча ходить это видео он берет более-менее просмотров то я еще в других ладочках поеду у нас все бумажки 700 около плана ну или уже покажу только другую сторону вот здесь же рюмка стоит с блюдцем военный что-то развалилось вот такой памятник ну тут нет ничего такого уникального уникального конечно нет не питер не москва тут все такое хлебов конечно тут нет так здесь какая-то могила ладно погода как сегодня хорошая почему я в лес не поехал наехал ладно вот тут красиво 71 год елочка выросла прямо могиле не рядом где мы посадили специально она вымахала но тут на могиле какая береза вымахала для севера это очень длинневысокая вообще жесть блатов блатов ну памятник уже или стоит ладно не буду поднимать такая веревка выросла тут еще ходишь не знаешь по мальдилам тут даже нет ничего не написано что современная или все-таки что это делать лебедевая какая как здесь узкая у меня газобанночек стучал так видимо тоже здесь была могилка или просто венок неизвестно вот в таком состоянии наше складбище фамилия Шаммакина тоже детские могилки похоже дело здесь вот они все кроватка стенка детской кроватки давно видимо забыли про захоронение может родственников не осталось у ребенка да у него чай растет начинает расти собаки лают это мне не очень нравится вот провис еще туда вот сколько он прожил несколько дней нет несколько месяцев здесь видно ухаживают даже веник у них тут кисточка не подласьте так рюмка перевернутая ну вообще дает какая жизнь так 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 красота покоение души но нас здесь уже не похоронят кладбище закрытое уже давно хотя мускулы хранят здесь я не знаю идем дальше могилка 36 56 написано моя любимая дочка венере погибшая на 19-ом году и другие убийцы и стихии да и в 56-ом году убивали дорогому мужу и отцу от жены и сыновей вечно ты в наших сердцах а ничего не такие он все мальчик какой-то тут очень много детских могилок очень тут видимо водят убирают забор по ничего до киева вон какой а я думал это новый забор верен вон незавянное вами детей эх вечная память дорогому папе так тут о вот рука георгиевская ленточка есть иначе более-менее кто-то давно приходил ух ты памятник то какой Красанов Александр Григорьевич молодцы целый город хотел потом памятник я позже подойду зачем мне покрасили так что дмитрия предлука внимание я забыл что я хотел посмотреть так дочь начинается вот Хасимеддинов РА вместо фотографии что-то непонятное или снег сейчас может снег пойти обещали снег сегодня напоминаю еще 12 июня восемнадцатого года входной вот интересно это скорее всего новый красивый сделан все покрасили вот ухаживать за могилкой памятника вернули целлофанку не посмотреть ладно просто интересно что здесь копали может собаки очень понравился памятник старенький ну как говорит атмосферный тут видно что давно никто не был давно никого не было но здесь как-то мне кажется он зарастет так что тут у нас еще я остановлюсь у тех памятника допустим на видел что-нибудь что-нибудь интересное становилось снимаю современный несовременный эмаль кто-то красил здесь вот красиво интересно в дверь интересная это чтобы туда попасть надо перешагивать на гимн может правильно сделать может так и надо поклониться усопшим вот молиться поклониться такая дверка не видно тут завязано не буду развязать причем так что-то еще мне привлекало так стрелки может там кто-то известный похоронил стрелки кто-то указал стрелки о какой памятник видимо такой советский интересно здесь кастрюли висят это зачем шменская Александра Матвеевна кастрюли и вон кастрюли и кастрюли как это называется тазик тут тазик но тут тазики вот они как сделаны тоже оригинально тазики как памятники не хочу ходить я далеко от велосипеда тот велосипед не пройдет показания терем о какой большой постамент тут видимо стеклянные все кто-то разбил зачем могилки 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 ладно вон-то их железный подойдем еще я смотрю уже разобрали гробья тут я уже по могилам обхожу все старые как же здесь хорошо как же здесь хорошо установили красоту вот еще ребенок сняев Алеша 4 годика так а вот че здесь остановился крест погнутый интересно он так должен был быть или турыгни маронеры мандалы воронины интересно на гробе тут стоит а тут уже все сорвали скорее всего просто поменяли какой-нибудь современный то или то так здесь мы уже были так так здесь мы уже были начали варене ну тут я так под старину что ли ты понял когда в других городах ходишь по кладбищу и старое захоронение вот там любят цепь угораживать зачем именно цепи и толстый смотрим какого года с общей 58 ну вся бы такая не силы вся горжака памятник провалился давно здесь никого не было да тут тоже вот вот ухоженные могилки да подорога о 73-го года захоронение красиво сделано на фоне березки сейчас я узун поключу наверное когда увеличишь у меня красиво у них тут оформлены такие вот здесь вот захоронения такие вот здесь вот захоронения и Продолжение следует...